МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир на канале Россия 1. Продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике. И сначала коротко о главных из них. Обеспеченная старость. Пенсионный фонд объяснил, как заработать на безбедное будущее. Десятки новых предприятий, тысячи рабочих мест. Черногорск вновь становится промышленным центром Хакасии. Ирландские танцы и лепрекон. Абакан сегодня отметился масштабным флешмобом. Полторы сотни связистов вышли сегодня на пикет возле Дома Союзов. Работников крупнейшего в регионе оператора связи возмутила не только низкая зарплата, ее размер ниже, чем в других территориях Сибири. Виктор Лушников подробнее. Возле Дома Союзов собралось около полутора сотен человек. Примерно треть коллектива оставшегося после ликвидации в апреле этого года самостоятельного филиала и присоединения Хакасского подразделения Ростелекома к Красноярску. Коллектив, как говорится, сразу почувствовал разницу в окладах. Если у нас, допустим, электромонтер пятого разряда имеет оклад 6600, а электромонтер Красноярска имеет 10800. Чувствуете разницу? Даже вот электромонтер города Минусинска, у него 7900 оклад, а у нас вот 6600. Хакасские связисты уступают по оплате труда не только своим красноярским коллегам, но и любому подразделению Ростелекома в Сибири. Требование к реальному повышению зарплаты – одно из самых популярных на плакатах пикетчиков. Мы получаем где-то 10-11 тысяч выходит в месяц. Вот зарплата у меня, я вот так получаю. Мы на работе проводим все время. Мы работаем, у нас полная занятость трудовая. Идите подрабатывайте. Ну вы меня извините, я и так весь день занята на производстве. Где я еще должна подрабатывать? Мы не можем платить за обучение своих детей. Мы ведь не пенсионеры. Мы работающие люди, у нас дети, мы должны их содержать. Протестующие отметили, что с 2009 года, по данным статистики, инфляция составила 27%, а им за это время проиндексировали зарплату всего раз, месяц назад. Причем на смешные 1-3%. И такая издевательская прибавка еще сильнее подогрела страсти. Сегодня никто из руководства компании к протестующим не вышел. Поэтому связисты планируют отправить обращение к руководству компании Ростелеком, полпреду президента в Сибирском федеральном округе и депутату Госдумы от Хакасии. Основные требования – забота о людях труда и повышение зарплаты. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Угрозы жизни больных с ПИДом в республике нет. Об этом заявил Минздрав Хакасии. Сегодня в ведомстве прокомментировали ситуацию с обеспечением лекарствами ВИЧ-инфицированных, получающих дорогостоящее лечение. Напомним, в одном из наших выпусков мы рассказывали об общественной организации, представители которой заявили, данные пациенты уже столкнулись с нехваткой лекарств. По информации Минздрава, в республиканском центре АнтисПИД на учете 125 человек, которые получают поддерживающее лечение. Препараты на них закуплены с резервом и их хватит до лета 2014 года. Еще 15 человек, которым уже сейчас необходимо лечение, получают препараты как раз из этого резерва. Проблема в том, что с будущего года меняется схема финансирования. Федеральный бюджет будет отпускать на эти цели меньше средств. Но республиканские чиновники обещают, что пациенты без лекарств не останутся. Общественная организация, которая обратилась с беспокойством на 2014 год, действительно мы их понимаем, что они беспокоятся, потому что федеральный бюджет запланировал меньшую сумму, чем в 2013 году. Но бюджет еще не утвержден. Мы работаем с Минздравом Российской Федерации по этому вопросу. И даже если какой-то суммы хватать не будет, будет недоставать из федерального бюджета, то мы обязаны из республиканского бюджета добавить. И мы уже эту сумму зарезервировали на 2014 год. А пока на Черногорской агломерация начинает работать, сегодня официально стартовало распределение мест в промпарке Черногорский. Напомним, площадка, на которой разместятся несколько десятков предприятий, строится недалеко от девятого поселка. Для нас это знаковое событие. Это впервые в республике Хакасия и не так много в нашем сибирском федеральном округе. Три года мы к этому шли. Сегодня в Черногорске подписи в договорах поставили 4 инвестора. На первых парах вместе они дадут больше 150 рабочих мест, привнесут в бюджет 468 миллионов рублей инвестиций. Участки для строек в промпарке им уже определили с дорогой, с водой и светом и без арендной платы на период строительства. Самый крупный проект у предпринимателя из Сейногорска. Он готов открыть на промплощадке Сибирский центр переработки дикоросов. Из общей доли его 350 миллионов и 100 рабочих мест. Но это только начало. Будут собираться не только в республике Хакасия. Республика Тыва, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, районы Байкала. Порядка 150 человек будут заготовителей по районам, в каждом районе. И порядка 10 тысяч человек будут сборщики даров тайги. Другие бизнесмены займутся брикетированием угля, пушным звероводством и фасовкой картофеля. Это только первенцы. Всего их будет больше 30. В ближайшие два года они дадут 2500 рабочих мест в проекте. В действительности ожидается больше. Крупные предприятия по закону рынка притягивают мелкие. А развитие бизнеса, который будет не зависеть от проблем мировой экономики, – приоритет. К большому сожалению, есть достаточно большой перекос в формировании валового регионального продукта именно в сторону крупных, интегрированных, вертикально интегрированных компаний. И когда у них возникают какие-либо проблемы, как это, например, случилось в прошлом году, на мировом рынке изменяются какие-либо условия, мы сразу же начинаем терять поступление в бюджет. Экономика Черногорска сегодня – это 95% добыча сырья и только 5% переработка. К 2021 году пика в развитии промпарка соотношение будет 50 на 50. К тому моменту здесь будут заняты больше 3000 человек. Те, кто подписал соглашение сегодня, выдадут первый товар уже в следующем году. Олеся Калиниченко, Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Электропроводка ветхая и может не выдержать резкой нагрузки. Таков вердикт специалистов, обследовавших дома, которые останутся без газоснабжения. Жилищная инспекция Хакасии закончила проверку газифицированных многоэтажек во всех городах и районах республики. По поручению главы Хакасии были обследованы внутридомовые электросети и защитное оборудование, отвечающее за отключение электроэнергии в случае перегруза. Итоги неутешительные. В 44 домах Абазы, Аскиза, Подсинего, Усть-Абакана, поселков Жемчужный и Рассвет были выявлены нарушения. Капитального ремонта в этих домах не было десятки лет. Электропроводка в ветхом состоянии, кое-где провода просто оголены, нарушена изоляция. Исправить нарушения в ближайшее время обязаны управляющие организации или ТСЖ домов. Напомним, главный поставщик голубого топлива Хакасгаз находится в заключительной стадии банкротства. Идет процесс реализации имущества. Централизованное газоснабжение останется в Абакане и Черногорске, жителям остальных населенных пунктов. Остается только переходить на электрические плиты. Сегодня Пенсионный фонд России обещал ответить на вопрос, который волнует практически всех. Какой будет наша пенсия? Ведомство провело видеоконференцию с участием всех отделений страны и журналистов российских СМИ. Правда, из того, что сообщили, мало кто понял, каким образом будут формироваться наши доходы на заслуженном отдыхе. Елена Крылова все же попыталась выяснить, сколько мы заработаем на старость, если реформу примут. На нескольких листах проекта закона в адрес российских граждан сплошные комплименты. Мол, сегодня, в отличие от прошлых лет, у нас появляется право выбора. Все показатели, которые были намечены у нас, они направлены на дальнейшее повышение пенсионного обеспечения российских граждан. В новой пенсионной реформе деньги в деньгах считать не принято. Теперь коэффициенты, они же баллы. На счастливых старостях надо заработать минимум 30, при этом страховой стаж должен быть 15 лет. То есть то, что сейчас называется базовой частью пенсии, превращается в заслуженную. Разговор с 5 лет до 15, но поэтапно, ежегодно по одному году добавляется. То есть с 15-го года по 25-го года, если у тебя нет 15 лет, ты по сути дела пенсию по старости не получишь. Ты пойти, потому что не подходи. Нехватку баллов можно компенсировать большим стажем и наоборот. Это чтобы сформировать базу. А вторая часть практически полностью на усмотрение будущего пенсионера. Ее можно перечислить в любой пенсионный фонд, государственный или нет. И тут главное не потерять деньги. Можно попасть в нехорошую ситуацию. Мы подготовили законопроекты, законы, точнее уже законы, которые вводят очень жесткую ответственность за предоставление неверных сведений через НПФ в связи с тем, что парашка показывает нарушения на это, очень серьезные нарушения. И последнее. Повышать пенсионный возраст никто не будет, но если задержаться на работе на 5 лет, выплаты увеличат в полтора раза, а если на 10 – в два. Добавим, что пенсионная формула пока лишь проект. Ее обсудят в Госдуме в конце ноября. И даже если примут, закон вступит в силу в 2015 году. А пока чиновники обещают – меньше, чем сейчас, пенсия не будет. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Генеральная уборка в Абакане накануне зимы. Площади и скверы принимают водные процедуры. Уже второй день сотрудники Абаканского паркового хозяйства наводят порядок на улицах города. На смену метлам и граблям пришла многофункциональная моющая техника. Благодаря этому столица Хакасия очищена не только от крупного мусора, но и от мелкой пыли. Поливомоечная машина подает воду под напором, с помощью чего с асфальта и тротуарной плитки очень легко убирается грязный налет. Перед Днем народного единства водой отмыли лавочки и брусчатку в Парке Победы. На это потратили всего несколько сотен литров воды экономичного мультикара. Дворники так и так убираются у нас. Они однозначно убираются каждый день, все наши парки и скверы. А вот это просто на данный момент они физически не могут убрать, потому что она не сметается простой щеткой, метлой. Метла просто не берет и приходится смачивать. За два дня полностью отмыты набережная Северной Дрены и привокзальная площадь. За время осеннего сезона благоустройства вывезены сотни кубов листвы и бытового мусора. Абакан обещают привести в порядок до наступления зимы. Рабочий день для жителей республиканской столицы сегодня закончился в атмосфере Европы. В Абакане прошел танцевальный флешмоб под ритмы ирландской музыки. Молодые люди в ярких костюмах не просто прошли, протанцевали по городским улицам. Колонну возглавил знаменитый персонаж ирландского фольклора Лепрекон. Зрелищное шоу культуры зеленого острова продолжалось до самого вечера. Такой необычный способ поднять горожанам настроение участники флешмоба выбрали не случайно. Сегодня вот этот мурый день серый. Мы вышли, чтобы добавить немножко зеленого, теплого, яркого цвета. Ну и, так сказать, окунуться, окунуть людей в такую атмосферу Ирландии, где все дружно танцуют, пляшут, скачут, несмотря на погоду. Ну и как-то поднять, что ли, дух людей, абаканцев. А у меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok